Здравствуйте, сударыни и судари! Ну, скучно жить, как будто едешь по одной колее. Хочется чего-то новенького. А почему бы не поэкспериментировать? И, допустим, не перенять опыт Геннадия Фёдоровича Распопова. Для вас ссылка на его сайт. Посмотрите. Первый толчок был получен, когда я посмотрела, как делает компост Юрий Иванович Бубенчиков. Удобряем почву, удобряем, перегноем. Старые колеса нашего Камского завода, у него корда здесь нет, поэтому вырезается, легко вырезается обычным ножом. И вот складываем, колесо положил, накладываем траву. Следующее колесо, и вот так складывается. Потом можно, на следующий год землей засыпал, можно посадить кабачок. И когда год-два проходит, удобно брать. Колесо снял, взял порцию перегноя и развез. Потом следующее колесо переложил, и снова порция перегноя. И вот так постоянно убираешь. Или вот, допустим, решил, вот сейчас можно здесь, на этом месте, колесо снял, положил в одно место ту траву, которая не успела переплеть, ее вниз. И получилось перелопачивание. Перелопатил, и она потом, к следующему году, она быстрее начинает, ну, уже дозревать. Это и понятно, это и объяснимо. Черное притягивает солнечные лучи, и все, что там находится в этой вот емкости, зреет гораздо быстрее. Компост получается быстрее. Но, что останавливает? То, что все-таки это шины, резина, и образуются сернистые соединения, которые, скорее всего, не могут быть полезны для человека и для растения. Я знаю опыт Бориса Ивановича Зеренкова по выращиванию саженцев винограда. Метод ускоренного развития винограда есть. Это старые дырявые ведра. Садим саженец туда, и в течение лета мы его ухаживаем, поливаем, пропалываем, тоже сарники тоже лезут. И еще обратите внимание, ведро у меня наполовину закопано. То есть, солнышко греет ведро, корень нагревается, хорошо прогревается, и виноград хорошо растет. Томат и виноград очень схожи между собой. Так давайте и попробуем выращивать томат в ведре. Внизу прорезы, в данном случае у нас по 4 прореза для отвода лишней влаги. То есть, так же, как, допустим, элементарно на цветочных горшках есть обязательно внизу отверстие. Приготовили субстрат. Это соотношение торфопилка 50 на 50. То есть, пополам перемешали, наполнили ведро этим субстратом. Ну, естественно, перед посадкой рассады пролили хорошо, высадили, получили довольно-таки неплохой результат. У нас смонтирован капельный полив. Поливаем, получается, мы, ну, каждый день, конечно, включаем. Примерно полтора-два литра питательного раствора у нас получает каждый день каждое ведро. Обязательно минеральные удобрения. Здесь у нас азот обязательно, фосфор, калий, микроэлементы. Что тут останавливает? Ну, конечно, то, что неизвестно, какое количество удобрений добавлять, сколько там это пойдет. И вообще хочется ближе к органическому земледелию. Поэтому можно выращивать томат в земле и в ведре. Ну, помидоры мы не успеваем съедать, солить, потому что их много. Они растут. А там в емкостях это маленькие помидоры, балконное чудо и другие, они самые первые. Потому что земля холодная, а емкость земли прогревается быстро. И они очень ранние. Вот я и думаю, как бы объединить все, что я тут наградила, и то, что советует Геннадий Федорович Раскопов. А что если взять ведро с отверстием внизу, туда добавить треть компоста, кокосовые стружки, других рыхлящих материалов, поставить капельный полив из той же оптичной капельницы, время от времени поливать, допустим, зеленым удобрением, одновременно со всеми другими томатами опрыскивать, так же, как томаты другие микроэлементами, и посмотреть, что будет. То есть, вот взять, допустим, тот же томатик, вот этот вот томатик, взять и вырастить таким способом. Интересно, правда? Если не пытаться найти что-то новое и оптимальное, так это неинтересная жизнь, а мы же должны жить интересно, полно и насыщенно. Я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Продолжение следует...